В эфире информационно-правая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главная тема выпуска. В Ельском районе украли более 10 тонн удобрений. «Сохраним жизнь детей». Межведомственный форум по таким названиям прошел в Гомеле. Начал работу колл-центр Гомельской таможни по вопросам перемещения товаров через границу. Свыше двух сотен единиц оружия, 7 тысяч боеприпасов и более 300 взрывных устройств изъято из незаконного оборота в результате проведения операции «Арсенал». В Ельском районе со складок Субсовхоз коммунист украли более 10 тонн минеральных удобрений. Преступление раскрыто по горячим следам. Сотрудник госавтоинспекции приметил на трассе Туров-Лельчицы-Словечно грузовой автомобиль. Внимание привлекли пять молодых людей, которые суетились возле машины. Подозрения сотрудника ГАИ подтвердились. В автомобиле перевозили минеральные удобрения, на которые у водителя не было документов. Установлено, что груз везли из деревни Заширье Ельского района Вашмяны Слонимского района с целью перепродажи. Предполагается, что благодаря этому организатор мог заработать до 40 миллионов белорусских рублей. В Вашмянах он имеет собственное тепличное хозяйство, где выращивает огурцы. На дело пошел вместе с земляками. Удобрения похитили ночью, взломав замок склада. При взвешивании транспорта предварительно чуть более 10 тонн минерального удобрения действительно были похищены из данного склада. Лица нами задержаны. Проводится проверка совместно со Следственным комитетом, экспертно-криминалистической группой и сотрудниками угодных. Предполагаемый организатор преступления давно присматривался к этому складу в деревне Заширье. Склад большой, но неохраняемый. Замок простой конструкции. Несколько раз, будучи в Ельском районе, по другим делам наблюдал за складом. В какой-то момент решился. Позвонил другу Вашмяной, попросил взять еще четверых проверенных людей и ночью решили брать склад. Мы всегда вечером перед нарадом приезжаем, осматриваем склады. И утречком приезжаю, открываю ворота и загружаем технику. Довольно легко взломали замок, проникли внутрь и похитили более 10 тонн удобрений. Благодаря бдительности сотрудника госавтоинспекции, группа из 6 человек была задержана в момент перевозки похищенного Вашмяной. Всем предъявлено обвинение по статье 205, часть 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В Гомельском облсполкоме прошлось электронное совещание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Были подняты вопросы, решение которых напрямую влияет на дорожную обстановку на территории региона. В госавтоинспекции фиксируют случаи, когда руководители сельскохозяйственных предприятий допускают к участию в дорожном движении тракторы и другую сельскохозяйственную технику без прохождения обязательного государственного технического контроля. Часто техника не обозначена светоотражающими элементами. Есть вопросы и к сохранности горюче-смазочных материалов, техники в гаражах, удобрений на складах. Также надо усилить внимание к вопросам наведения порядка на придорожных территориях, нанести новую разметку. Ямочный ремонт необходимо производить, потому что есть проблемы, особенно в районных центрах, где после зимы ямочность образовалась недопустимая. И она может привести к угрозам безопасности дорожного движения, совершению дорожно-транспортных происшествий именно по вопросам неудовлетворительного содержания дорог. С началом нового мотосезона в Гомельской области уже зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести. Большинство аварий произошли по причине превышения скорости и небезопасной эксплуатации двухколесных транспортных средств. С целью уменьшения количества случаев травматизма на дорогах сотрудники госавтоинспекции Гомельской области проводят в регионе республиканскую акцию «Мотодвижение без нарушений». В рамках спецмероприятия контроль над мотоциклистами и скутеристами будет усилен вплоть до 29 апреля. Инспекторы дорожно-патрульной службы будут обращать внимание на наличие всех необходимых документов у водителей, включая техосмотр, а также проводить целевые профилактические мероприятия в мотоклубах. Кроме того, инспекторы ГАИ сконцентрируют свое присутствие в местах проведения массовых развлекательных мероприятий и зонах отдыха молодежи. Основное нарушение, которое допускают водители мотоцикла, это, конечно же, превышение скорости. Поэтому госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения водителям мотоциклов правил дорожного движения, использовать во время движения мотошлем, не перевозить пассажиров без мотошлема, своевременно проходить государственный технический осмотр, ну, в целом, соблюдать требования правил дорожного движения. Сохраним жизнь детей. Под таким названием в Гомеле прошел областной межведомственный форум представителей государственных органов и других заинтересованных служб. В прошлом году на Гомельщине от так называемых внешних факторов погибло 32 ребенка. Какие меры профилактики предлагают специалисты, узнали наши корреспонденты. Сохранение жизни детей. Этот вопрос остается актуальным для Гомельской области. В прошлом году зафиксирован рост гибели детей от внешних факторов по сравнению с 2014 годом. Очень волнует именно оставление детей в квартирах без досмотра. Это вот эти москитные сетки, так называемые, которые вроде они какую-то безопасность для семьи, для дома несут, но в то же время они не закреплены и дети, добираясь до них, естественно, у нас был всплеск по прошлом, по запрошлому году, когда вываливались, травмировались, погибали дети именно с многоэтажек. И это только один из проблемных вопросов. Дети без наблюдения родителей играют со спичками, тонут во время купания. Как и что надо делать, чтобы уменьшить количество несчастных случаев? Анализ показывает, что большинство погибших – мальчики в возрасте до 10 лет. И хотя по сравнению с 2005 годом количество несчастных случаев на Гомельщине уменьшилось почти в 2,5 раза, проблема все равно требует серьезного внимания и новых подходов в профилактической работе. Это привлечение общественных организаций и родительской общественности. Ну и также мы вплотную хотим поработать с нашей белорусской православной церковью. Как отметил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, духовность – это не обязательно посещение церкви. Прежде всего, семейные отношения должны строиться на принципах духовности. За это несут ответственность родители. Не перед обществом, перед собственными детьми. Однако на практике часто все иначе. Взрослые ведут себя неправильно не только дома в семье, но и в повседневной жизни. Активисты областного совета старшеклассников даже провели своеобразный эксперимент. Сами подростки, они заходили в магазины, они спрашивали о том, можно ли им купить здесь алкогольную или сигаретную продукцию. И, как показала практика, взрослые все-таки поддавались на убеждения и продавали эту незаконную продукцию. Второй эксперимент областного совета старшеклассников показал, при соответствующей работе с подростками, которые состоят на учете в органах правопорядка, их можно вернуть к нормальной жизни. Чтобы ребенок не ощущал себя в одиночестве, надо создавать условия в повседневной жизни. Это и внимание со стороны родителей, и отношение к детям с уважением, с интересом к их внутреннему миру. В Гомеле начало работать колл-центр таможни по вопросам перемещения товаров через границу. Колл-центр Гомельской таможни слушает. По номерам телефонов нового информационного центра можно будет задавать вопросы по применению норм указа президента Беларуси от 11 февраля 2016 года номер 40. По общим вопросам перемещения товаров физическими лицами звоните 79-20-90. По вопросам взимания таможенных платежей 79-20-30. По вопросам определения таможенной стоимости 79-20-79. Колл-центр Гомельской таможни работает ежедневно с 9 до 6, а также в праздничные и выходные дни. С более подробной информацией о номерах и телефонах можно ознакомиться на нашем официальном сайте Гомельской таможни. В выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время информировать граждан будут должностные лица оперативно-дежурного отдела по телефону в Гомеле 79-21-09. Телефон работает круглосуточно. Свыше двух сотен единиц оружия, 7 тысяч боеприпасов и более 300 взрывных устройств было изъято из незаконного оборота на территории области в ходе проведения специального комплексного мероприятия «Арсенал». С 11 по 15 апреля на территории Гомельской области проводилось специальное комплексное мероприятие «Арсенал», направленное на изъятие из оборота незаконно хранящегося у населения оружия и боеприпасов. Такие акции проводятся органами внутренних дел два раза в год. И каждый раз количество изъятого настолько велико, что не то что удивляет, но зачастую вводит в недоумение добропорядочных и законопослушных граждан. Из незаконного оборота было изъято 177 единиц незарегистрированного оружия. Кроме того, из оборота также выводилось и зарегистрированное оружие в ходе правильных условий охранения оружия. Таких единиц было 88. Более 7 тысяч боеприпасов было выведено из оборота и более 300 взрывных устройств. К взрывным устройствам относятся мины, снаряды, гранаты. Все это фактически является достоянием Великой Отечественной войны. К уголовной ответственности привлечено 6 граждан по статье 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К административной ответственности за нарушение порядка оборота оружия привлечено 50 граждан. Весь изъятый арсенал, а это охотничьи ружья, различные обрезы, оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны, довоенное огнестрельное оружие, травматические и газовые пистолеты, после проведения баллистической экспертизы подлежит утилизации. Стрелянные патроны сверяются в пули к гильзотеке на предмет использования изъятого нарезного оружия в совершённых ранее преступлениях. Наиболее уникальные образцы, представляющие историческую ценность, направляются в музеи. 22 апреля исполняется три года с момента подписания главой государства указа о создании в стране Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. За этот небольшой период комитет, сформированный из экспертных подразделений различных ведомств, превратился в реальную силу, способную оперативно решать самые сложные и ответственные задачи. Государственный комитет судебных экспертиз ежегодно проводит более 120 разновидностей экспертиз. Только за прошедший 2015 год специалистами аппарата областного управления и территориальных органов Гомельской области выполнено более 45 тысяч экспертиз. Причём подавляющее большинство экспертиз были выполнены в месячный срок. О такой оперативности ещё три года назад можно было только мечтать. В Гомельской области сегодня трудится около 500 специалистов в 40 специфических профессиях. Работа под одной крышей поспособствовала усилению защиты прав и законных интересов как граждан, так и юридических лиц, повышению качества и сокращению времени в проведении уголовного, административного, гражданского и хозяйственного процессов. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что период формирования комитета успешно пройден и впереди предстоит решать новые задачи. В ближайшее время мы активно будем заниматься вопросами повышения качества, качественной составляющей кадрового потенциала нашего управления. Дальше вопросы улучшения материально-технического обеспечения, качественное улучшение условий работы персонала, ну и активное участие в выработке единой металлогии, проведение различного рода экспертиз. В пользу случаем хотелось бы поздравить всех коллег с наступающим третьей годовщиной со дня создания Государственного комитета судебный экспертиз, пожелать всем творческих успехов в решении поставленных служебных задач, здоровья, материального благополучия, а также отдельные слова благодарности хотел бы высказать нашим ветеранам, те, которые, находясь в трудовых коллективах, помогают в становлении молодого поколения. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова